Продолжим настраивать наш в SUS-сервер, у нас уже готова учетная запись службы для SQL, я сейчас буду ставить SQL на Server Core. У меня на этом же сервере будет установлена роль Windows Service Update Services и будет храниться обновление в специально созданной для этого директории. Вы можете использовать SQL Server, если он уже у вас есть в организации, можете установить отдельный SQL Server на отдельный Release Core, в принципе, именно этому и посвящено данное видео. Раньше у нас не было возможности использовать SQL Server в Release Server Core, с появлением Windows Server 2012 эта возможность появилась, с некоторыми ограничениями, о которых сейчас поговорим. Установщик SQL Server может запускаться с мастером установки, там есть дополнительный ключ для Server Core, но этот мастер установки совершенно не хочет работать, то есть запускается первоначальное окно и куда бы мы там ни щелкали, ничего не происходит, поэтому приходится пользоваться тихим режимом установки. Нюанс в том, что мы не можем запустить через командную строку или через PowerShell этот установщик SQL, потому что установщик SQL все равно попытается вырисовывать нам окна и показывать то, что происходит. Мы не сможем никак взаимодействовать с этими окнами, но из-за того, что ему нужно показывать окна, мы не можем запустить это на локальной машине через консоль. Нам придется подключиться через удаленный рабочий стол к серверу в SUS и на нем запустить установку. Для того, чтобы у нас SQL встал без проблем, нам нужно еще включить компонент NetFramework версии 3. Для этого я сейчас уже вставил в Server Core дистрибутив Windows сервера, у меня он там сейчас находится на диске D, и мне достаточно запустить командлет, который включает компоненты Windows и указать ему путь на D-Sources-SXS. Там лежит у меня дистрибутив винды. Можно, конечно, примонтировать дистрибутив ISO как-нибудь по сети, как угодно, но мне проще в моих виртуальных машинах добавлять в привод виртуальный CD-ROM. Компонент установился, рестарт не требуется. Теперь нам нужно запустить установщик SQL. Мы сейчас разберем эту команду поэтапно. Команда звучит так. С диска D запустить файл setup. Мне только нужно не забыть сейчас подменить дистрибутив Windows на дистрибутив SQL, чтобы на диске D появился теперь дистрибутив SQL. Так вот, setup слэш и QS это тихая установка, то есть мы не сможем взаимодействовать с процессом установки. Без этих ключей на сервер Core у нас установка не запустится. Далее действие установить. Ставим следующие компоненты SQL Engine, движок SQL, компоненты репликации, компоненты connection и сервисы интеграции. Затем мы указываем по умолчанию версию экземпляра SQL, как он будет называться, MS SQL, сервер. Дальше мы указываем учетную запись, от имени которой у нас будет запускаться сервер SQL. То есть тут нужно обязательно указать ее в формате имя домена, слэш имя учетной записи. Так как это у нас учетная запись службы, я в конце ставлю доллара значок и больше не должен указывать никакие пароли. Если бы мы с вами были какими-нибудь неполноценными администраторами, мы бы здесь указали учетную запись конкретного пользователя и затем добавили бы еще отдельный ключ для ее пароля. Нам здесь это не нужно. Затем я указываю SQL sysadmin account, свою учетку доменную, для того чтобы мне можно было администрировать этот сервер SQL. Указываю еще одну опцию для того, чтобы служба запускалась от имени службы сети. Указываю TCP enabled, разрешаю подключение по TCP, то есть служба будет работать по сети моя и разрешать подключение к себе. И принимаю лицензию. Можно нажать Enter и процесс установки запустится. Все нам будет отрисовывать, но взаимодействовать мы ни с чем не будем. Тут важный момент. Лучше вот это вот действие проверить несколько раз в графике, потому что может возникнуть проблема на куче различных этапов. Может быть он не видит домен, может быть он не видит доменную MSA, может быть ему нужен еще какой-то компонент для Windows сервера. Он при этом ничего нам сейчас в процессе установки не скажет, он нам напишет успешно, даже если из всех этих компонентов он установит только одну или вообще ничего не установит, все равно у нас будет ответ успешно. И в логах мы тоже ничего не найдем, потому что у нас ключи QS. Единственный способ проверки это после установки подключиться к этой машине и посмотреть какие службы установились и от какого имени. Пока эта установка происходит, я с вами установлю SQL Management Studio, то есть программное обеспечение, которое позволит мне администрировать SQL. Можно его ставить и нужно его ставить на машину администратора, но так как у нас с вами сейчас заведено всего две виртуальные машины, я буду ставить его на контроллер домена. Мне точно так же нужно включить сначала NetFramework через PowerShell, само собой. И после того, как я включу NetFramework, я точно так же через командную строку запущу установщик SQL и укажу другой компонент для установки. Меняю дистрибутив, чтобы у меня на диске D был теперь не установщик SQL, а установщик Windows сервера. И запускаю точно так же тихую установку, только теперь я ставлю из фичеров только продвинутые инструменты управления. ADVSSMS. Теперь сразу нужно сказать, что если мы захотим подключаться с одной машины на другую, у нас, само собой, на другой машине должны быть разрешены входящие соединения по определенному порту. В нашем случае это порт 1433 для SQL Management Studio. А на машине, с которой мы хотим подключаться, должны быть разрешены и сходящие соединения. Я вам в мануал бросил пример правила, но мне проще, например, просто отключить Firewall и на этой машине на удаленной, чтобы сейчас не разбираться еще с нюансами использования Firewall. На машине, с которой я буду подключаться, Firewall я отключил. Подключаюсь, смотрю на удаленной машине, пока еще идет установка, как закончится, тоже отключу Firewall. Установка SQL на сервере завершилась. Точно так же включаю Firewall на удаленном сервере. Смотрю, на своей машине у меня пока еще ставится SQL Management Studio. Добавлю к серверам, которые я вижу на своем сервере DC, ну или если у вас на административной машине стоит инструмент администрирования, добавлю наш сервер в SUS, чтобы было удобнее им управлять через графику, поглядывать на него. Он что-то пока еще тут ругается, пыхтит. Попробуем к нему подключиться через управление компьютером. Я управляю сейчас компьютером в SUS, удаленный компьютер. Посмотрю его службы. В службах должен быть SQL Server. Вот он мой SQL Server. Надо убедиться, что он запущен от того, от кого я хочу. Отлично, он запущен от моей учетной записи службы. Тут важный момент. Иногда в учетной записи службы неконректно прописывают свои SPN. Поэтому я сейчас на удаленной машине проверю SPN. Именно службы для компьютеров в SUS. И вижу, что для компьютеров в SUS нет ничего связанного с SQL сервисом. И проверю для своей учетной записи службы SPN. И вижу то, что для моей учетной записи службы SPN прописались корректно. Мы когда будем с вами разбираться с сертификацией по Microsoft Windows серверу, я вам подробно расскажу, что это такое. Сейчас у нас все-таки практический плейлист. И вот мы видим то, что SPN прописались. Если они вдруг не пропишутся или будут прописаны у компьютера, а не у учетной записи службы, то вам нужно удалить их от компьютера и добавить их к учетной записи службы. Я в мануале на сайте написал, как это сделать. Осталось дождаться только установки SQL Management Studio, после чего проверить подключение к нашему серверу. SQL Management Studio наконец-таки установилась. Давайте проверим связь с сервером базы данных. Выпуская Management Studio, я себя указал при установке SQL администратором того сервера, поэтому мне достаточно указать сейчас имя удаленного сервера. Здесь уже прописана проверка подлинности и указана моя учетная запись. Я подключился к удаленному серверу в SUS, я вижу тестовые базы данных, все вижу. SQL сервер запущен и работает, я могу его администрировать. Таким образом, мы сейчас установили на Windows сервер в режиме Server Core Microsoft SQL Server, проверили корректно прописанные SPN и смогли подключиться к созданному серверу при помощи Management Studio. Остался последний шаг, это собственно установка роли в SUS и связывание ее со всеми готовыми на данный момент компонентами.